Саша, скажи, пожалуйста, вот пошли сообщения о обстреле, но они были немножко раньше, и о том, что даже попала ракета в детский сад. Что у вас с Дероти происходит? Да, ну, этот обстрел был ожидаемым, точнее, эти обстрелы, они были два дня подряд, в прошлый четверг, в пятницу, то есть сразу же после обострения обстановки, в связи с тем, что нас называют «Иерусалимская декларация Дональда Трампа», правда, в четверг обстрел был, как говорится, ложная тревога, был сигнал воздушной тревоги, что тоже действует, конечно, на нервы, но ракета не долетела. А вот в пятницу, точнее, в пятницу вечером, когда у нас наступил шаббат, был обстрел уже такой серьезный, два раза, где-то около шести, около десяти часов вечера, и, к сожалению, наша система защиты, железный купол не перехватила одну из ракет, она упала во дворе детского сада, немного повредила здание, ну, к счастью, в это время, конечно, детей там и взрослых не было, но сам по себе факт неприятный, что эта система фактически сработала только на 50%, хотя, так сказать, заявленная эффективность, как нам говорят, 80-90%. Будем надеяться, что наши военные примут меры и не допустят таких обстрелов, точнее, не допустят того, чтобы ракеты долетали до жилых домов и общественных учреждений. Вопрос такой, Саша, мы с тобой последний раз встречались, я был у тебя в Сдероте, был у тебя дома, где совсем недалеко, буквально метров, наверное, 15-20 максимум, была воронка от такой же ракеты. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что мы с тобой виделись-то последний раз довольно давно, а все то же самое, и ты упомянул про военных. Может быть, все-таки проблема решается в данном случае не военными, потому что это может повторяться и для наших внуков уже? О детях я не говорю. Да, конечно, мы все хотим мира, и как мы знаем, на Ближнем Востоке идет мирный процесс уже четверть века, мы знаем, что еще в 93-м году уже покойный президент, премьер-министр Радбин, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес подписались с Ясером Рафатом декларацию принципов мирного процесса. Но, к сожалению, вместо мира мы получили взрывы автобусов в Тель-Авиве и Иерусалиме, и в других городах. А вот с 2001 года, то есть фактически уже 17-й год, начались обстрелы из сектора газа, которые, к сожалению, только усилились после того, как в 2005 году тогдашний премьер Шарон реализовал программу «Живание», и нам говорили, что если хоть один выстрел последует из газа, мы сотрем этот, так сказать, сектор чуть ли не с леса земли. К сожалению, этого не произошло. Были три крупных военных операции, последняя завершилась чуть более трех лет назад. Она унесла жизни нескольких десятков солдат и мирных жителей. В Газе тоже были, конечно, большие потери и разрушения. И с того времени Хамас продолжает готовиться к новой войне, причем на этот раз упор делается на более сильные ракеты и на подземные ходы. Вот я хотел спросить, время прошло, они же только, а все продолжается в военном смысле, значит, у них по-своему, с другой стороны, скажем так, по-своему улучшается и техника? Безусловно. Причем поставки идут и из Ирана, и из Египта. И очень важно, что они тоже накапливают боевой опыт. И, может быть, в каком-то смысле этот фактор сдерживания уже настолько высок, настолько, не дай бог, будут велики потери с обеих сторон, что, может быть, это и будет причиной сдерживания. Потому что на этот раз, если, не дай бог, начнется война, то Израиль, может быть, даже не ограничится таким относительно небольшим числом потерь. И, естественно, будет вынужден, израильская армия будет вынуждена тоже применить более жестокие методы самообороны или атаки, как угодно. Поэтому, если действительно война серьезная начнется, это будет страшно. Но пока, видимо, Хамас в этом не заинтересован. Но, во всяком случае, есть мнение, что те несколько ракет, которые были запущены, это не ракеты Хамаса. И Хамас пока что контролирует ситуацию. Хотя, кроме Хамаса, там есть и филиалы исламского государства, различные салафитские экстремистские группировки. То есть, уже Хамас относительно умеренный по сравнению с теми экстремистами, которые сейчас тоже находятся в Газии. Ты уверен в этом? Я, например, слышал или читал, насколько я знаю, я сейчас не в Израиле. Но Хамас, контролирующий сектор газа, в общем-то, не очень преуспел в том, чтобы обеспечить, ну, как сказать, инфраструктуру и нормальное существование газа. То есть, у них масса экономических проблем. Вот такие вот конфликты в таких случаях как раз и выход для неудачников в экономике. Ну, что касается проблем, то они, конечно, создаются искусственно, потому что Газа получает гигантскую помощь со всего мира. И жители из Дирот и Югостраны видят те автопоезда, буквально 200-300 грузовиков, которые поставляют в Газу. И топливо, и цемент, и продовольствие. Ну, и электроэнергия из Израиля идет. Но, к сожалению, Хамас использует в основном ту же электроэнергию для прокладки туннелей, тот же цемент. Хотя в Газе, кстати, есть и супермаркеты прекрасные, те картинки, которые нам показывают, когда молодежь, так сказать, подростки рыдают на руинах. Это все кадры трехлетней давности, сейчас там все восстановлено, и жизнь достаточно, так сказать, нормальная. Но Хамасу, конечно, хочется, чтобы оставался потенциал недовольства, потенциал ненависти. И это им, конечно, удается, и те события, о которых я говорил, это только повод, не причина, по которым сейчас опять обострилась ситуация. И последний момент, такой важный, на мой взгляд, вот это решение Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое, собственно, как бы и стало триггером, толчком для небольшого, пока еще, конфликта. Скажи мне, как в Израиле в целом относятся к этому решению? В целом в Израиле относятся позитивно, в целом считают, что, как сказал, кстати, сам Трамп, это всего лишь констатация факта, что Иерусалим 3000 лет является столицей еврейского народа, и местом притяжения и молитв, и переезда для многих иудеев. И, как нам кажется, и это подтверждает сам Хамас, повода не всегда найдут, и понятно, что это очередной эмоциональный всплеск. Пока что, как говорится, не хочется сглазить, что называется. Пока что ситуация успокаивается, то есть слишком резкого обострения не произошло, хотя во всем мире какие-то волны идут. Вот буквально вчера было сообщение, что напали антисемиты на синагогу в Готеборге, в Швеции. То есть евреи везде за всех отвечают. Вот, поэтому, да, кстати, о переносе посольства пока что фактически речь не идет. Пока что только вообще декларация была, которая ни к чему реальному еще не привела. А то больше звона, чем, так сказать, дело. И, конечно, никто завтра не поменяет, так сказать, вывеску консульства США в Иерусалиме на посольство. Сам Трамп заявил, что заведет минимум три года. А неизвестно ли будет он через три года саму власть. Будем надеяться, что все успокоится. Хотя было уже и было нападение на автобусной территории самого Израиля. На трассе Хадера-Афула, это Галилея, там недалеко от рабского города Мальфаха. Но, повторяю, сегодня с утра все относительно спокойно. Спасибо. Мирного неба и вам, и, во всяком случае, региону Ближнего Востока. Хотя это скорее декларация, чем реальность. Спасибо, Александр. Будем надеяться на лучшее. Поздравляю, может быть, кто-то из зрителей отмечает праздник Ханука. Важный праздник освобождения. И желаю всем наилучшего.